Фестиваль «Мисковские диалоги» обещает стать главным событием приближающейся музыкальной листы. Этот масштабный проект Свердловской филармонии, уникальный в своем роде, станет посвящением и реабилитацией имени композитора, который входит в тройку признанных советских классиков, но находится в тени своих младших современников Сергея Прокофьева и Дмитрия Шестаковича. Эта ситуация обернулась очевидной исторической несправедливостью. Действительно, музыка Прокофьева звучит на концертной сцене крайне редко. Весьма ограниченным оказывается круг исполняемых произведений, посвященный юбилею композитора, а в апреле 2021 года исполняется 140 лет со дня его рождения. Фестиваль позволит вернуться к творчеству русского мастера, услышать произведения, представляющие самые разные сферы его огромного музыкального наследия, стать свидетелями музыкальных премьер. Истинный масштаб художников, подобных Мисковскому, как показывает время, высвечивается в будущем. Хочется верить, что мы приближаемся к тому времени, когда, возвращаясь к его музыке, мы будем искать и находить ответы на жгучие вопросы современности. Жизнь Мисковского – это настоящий роман о сложном пути русского художника XX века. Он начинает свой творческий путь в 900-е годы, впитывая многообразие тенденций, символистские веяния, отражая предчувствие катастроф, которые очень скоро обрушатся на страну. Лишь в 30 лет преодолевая собственные комплексы и сомнения, стремясь стать настоящим музыкантом, а не музыкантствующим чиновником, он оканчивает Петербургскую консерваторию, вступает на самостоятельную творческую дорожку, заявляя о себе громкими премьерами первых симфонических произведений. С началом Первой мировой войны офицер Мисковский был призван в армию. Он оказался на фронте, где открывал для себя другую правду жизни среди солдат и вчерашних крестьян в солдатских шинелях, переживая тяготы быта и лишения, сталкиваясь с гибелью своих сослуживцев. Опыт военных лет, вынужденный творческий перерыв, возвращение в другое государство, Советскую Россию и другой город, Москву, с которой будет связана вся дальнейшая творческая жизнь композитора, обозначили радикальную смену вех в истории жизни Николая Мисковского, его внутреннего и художественного развития, хотя разрыва с прошлым, к счастью, не произошло. В 1918 году после конторе Николая Мисковский был прикомандирован к морскому генеральному штабу, где прослужил три года вплоть до окончательной демобилизации. А уже в 1921 году, после приглашения стать профессором Московской консерватории, он получает возможность окончательно посвятить себя музыке. С этого времени раз и навсегда складывается тот уединенный, скромный образ жизни с его размеренным распорядком которому он будет верен всегда. Преподавание и сочинение музыки, круг близких друзей, с которым он с удовольствием общался, игра в четыре руки, любимый рабочий кабинет и обязательные летние выезды на дачу. Сначала подмосковный Клин, а в дальнейшем, на протяжении последних 20 лет, на Николину город. Жизнь Мисковского, сложившаяся в каком-то удивительном равновесии его многосторонней деятельности, включала столь важные для него сферы. Это воспитание будущих композиторов. 30 лет он преподавал в Московской консерватории, где создал свою композиторскую школу. До сих пор на классе номер 40 память об этих уроках хранит табличка. В этом классе занимался Николай Яковлевич Мисковский. В 20-е годы композитор работал в музыкальном отделе Народного компенсариата по просвещению и Государственном музыкальном издательстве. Вместе с Шестаковичем, Асафьевым он был активным участником Ассоциации современной музыки, а после ее расформирования стал одним из организаторов будущего Союза композиторов и был избран в состав правления. Мисковский работал также и в редакции журнала советская музыка, где публиковались его работы. Эта включенность в разные сферы музыкальной культуры, его честность и бескомпромиссность определили высочайший авторитет Мисковского среди друзей и коллег. Вслед за Танеевым его называли художественной совестью нашей музыки. Но главным делом в жизни Мисковского бесспорно было творчество, создание музыки. Он шел к этому, преодолевая сомнения, собственные комплексы, вырываясь из сферы столь далекой от музыки. Напомню, следуя семейным традициям, будущий композитор учился сначала в Нижегородском, потом Петербургском 2-м кадетском корпусе, а затем в 1902 году окончил военно-инженерное училище и был определен в саперный батальон. Находясь на службе, втайне от начальства, Мисковский поступил в Петербургскую консерваторию и долгое время совмещал учебу и свои служебные обязанности. Сочинение было не только насущной потребностью, его музыка стала отражением личности композитора, его взглядов, его удивительного внутреннего мира, без понимания которого невозможно проникнуть в другой мир, музыкальный, понять суть его симфонических концепций. Знакомство с Николаем Мисковским лучше начать с портрета. Вглядываясь в сохранившиеся фотографии, возвращаясь к воспоминаниям друзей, мы открываем для себя человека, наделенного благородством, удивительной простотой, притягательной силой. Все привлекало в нем. Умные красивые глаза, светящаяся улыбка, одухотворенность лица, особая строгость военной выправки и несколько суховатая манера держать себя. За внешней скромностью, необычайной вежливостью скрывалась глубоко растревоженная, восприимчивая душа художника. И в своих качествах, и даже внешне с этой окладистой бородой Мисковский очень походил на своих учителей Римского-Корсакова и Танеева, а еще на Николая Второго. Однажды композитор даже попал в курьезную историю, о которой поведал в семье своего близкого друга Павла Ламма. Однажды он шел по Арбату, где его остановил милиционер и вдруг сурово произнес. «Гражданин, надо причесочку-то переменить. Уж очень вы на императора похожи. Вас так могут и пристукнуть». Мисковский, оставшийся в памяти близких сдержанным, деликатным, мог быть и другим, колючим, язвительным, но никогда не терял самообладание, особого присущего ему аристократизма. Все, кому посчастливилось с ним общаться, отмечали его феноменальную эрудицию, глубокие познания, основанные на вслушивании, проживании музыки прошлого и настоящего. Композитор не пропускал концертов и спектаклей, а в зале Московской филармонии у него были свои любимые места – 13 и 14 в 22 ряду. Он был постоянным посетителем выставок и всегда имел собственное мнение. А дома, в его кабинете, где нередко проходили занятия со студентами, на рояле всегда привлекала внимание внушительная стопка книг, журналов, только что вышедших из печати. Оборотной стороной этой богатой внутренней жизни была замкнутость, погруженность в себя. Добросовестно и ответственно участвуя в музыкальной общественной жизни, Московский избегал торжественных приемов и банкетов, репортеров и фотографов. К слову, он решительно отказался от переезда в новый дом композиторов и многие годы провел свою небольшой трехкомнатной квартире по адресу переулок Сивцев-Вражек, дом номер 4. Эта погруженность в творческую жизнь, не исключающая интереса ко всему новому, к музыке своих коллег и учеников, помогает в каком-то смысле приблизиться к постижению тайн его творчества, волновавших его проблем. Жизнь композитора оказалась разделена на две половины – 36 лет в царской России и 33 года в советской. Его сознание было сформировано Серебряным веком, с его романтическими отголосками, потрясениями от исполнения русской классики Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и музыки современных композиторов. Все это оставило глубокий след в его музыкальной памяти. Чуждое новаторство, разрушение традиции, что было присуще его другу и однокурснику Сергею Прокофьеву, Мисковский и в своей творческой жизни, и как педагог выполнил благородную миссию – соединил эту разорванную революцию связь прошлого и настоящего отечественной культуры. Композитор был воспитан ее лучшими представителями. Его консерваторскими педагогами стали Римский Корсаков и Лядов, к поступлению в консерваторию его готовил Глиер, а родственник Глинки Стунеев давал ему в юности частные уроки музыки. И сам Мисковский создал свою школу в Московской консерватории. Она насчитывает более 80 композиторов. Назову лишь некоторые имена – Арам и Карен Хачатурян, Лев Книпер, Дмитрий Кабалевский, Вану Мурадели, Андрей Ишпай, Борис Чайковский – его последний ученик, Виссарион Шибалин, Евгений Голубев и Николай Пейко, продолжив традиции своего учителя, стали наставниками следующего поколения, в том числе той знаменитой «Московской троицы», как их назвал Рождественский, Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке и Софии Губайдулиной. И в своих творческих приоритетах Мисковский – исключительное явление. Он всегда плыл против течения, доверяясь своей интуиции, исходил из собственных представлений о музыке, ее предназначении. Чуждой для него оказалась область театра. В отличие от коллег Стравинского, Прокофьева, Шостаковича он был равнодушен и к опере, и к балету. Единственным и весьма показательным исключением стала попытка писать оперу на сюжет романа Достоевского «Идиот» практически одновременно с игроком Прокофьева. Впрочем, и она осталась неосуществленной мечтой. А вот музыка, связанная со словом, оказалась очень близкой областью. Отдельные романсы и объединенные в циклы, от ранних зинок. Так в дружеском кругу называли его вокальные опусы на слова Зинаиды Гиппиус. От романцев на стихи русских классиков Евгения Боротынского, Михаила Лермонтова, Федора Тючева и песен на стихи любимого Роберта Бёртса до современной поэзии Степана Щипачева удивительным образом рождается этот мир, открывающий поэтические пристрастия композитора. Девять сонат, циклы миниатюр, причуды и воспоминания, пожелтевшие страницы и стилизации – это еще одна очень любимая область – фортепианная музыка. Но главным магистральным жанром в его творчестве стала симфония и ее камерное отражение – квартет. «Сочинение первой симфонии «Я до этого боялся» оркестра определило мой дальнейший путь», – пишет композитор в своих автобиографических заметках. «Я почувствовал, что именно в этой области буду всегда наиболее охотно высказываться». Испытывая потребность создания крупных музыкальных форм, Мисковский пишет симфонии одну за другой на протяжении 40 лет. 27 симфоний и 13 квартетов – это впечатляющее собрание, становится сосредоточием самых заветных мыслей, смелых исканий. А еще той естественной формой высказывания, в которой нашли отражение сложные отношения художника с окружающим его миром, события этого наполненного потрясениями и катастрофами времени. Симфония становится единицей мышления и превращается из способа самовыражения в способ бытия. Одной из удивительных особенностей творчества Мисковского она сформировалась еще в консерватории, когда начинающий композитор писал произведения для профессора Лядова и для себя. Стало создание произведений, а это были прежде всего симфонии, которые отражали разные взгляды на мир. Для одних композитор называл их субъективными партитурами. Характерна жажда самовыражения, драматическая экспрессия, глубокие контрасты. В других объективных партитурах этот ряд открывает написанная после возвращения с фронта тихая пятая симфония. Автор словно проверяет собственные переживания и ощущения, возвращаясь к окружающей действительности, воссоздавая ее в реальных картинах. Причудливо выглядит и сама траектория движения симфонического жанра. Хочас трудно поверить, что все эти симфонии написаны одним человеком. Они, как, впрочем, и вся музыка Мисковского, требуют слушания, не исчерпываются первым знакомством. Каждое новое возвращение к ним на разных этапах человеческой жизни разными поколениями, открывает новые смыслы, содержательные и музыкальные связи, обнаруживает те удивительные черты, которые делают эти сочинения классикой, высокой, абсолютной. Существует любопытное свидетельство дирижера Кирилла Кондрашина, который с огромным увлечением исполнял симфонии Мисковского. Он настаивал, что его оркестровые партитуры, что называется, сами по себе не звучат. Композитор не мыслил оркестровыми тембрами, как его любимый Клод Дебюси или признанные мастера оркестра Малер, Штраус, Римский Корсаков. В музыке Мисковского нет импровизационности, живописности, в ней главенствует мысль и ее выверенное психологическое развитие. Сам Мисковский называл это логикой чувства. Если к этому добавить сам характер мысли композитора, многодумающего и многочувствующего, по выражению Василия Яковлева, его философскую настроенность, высочайший вкус и чувство стиля, это в каком-то смысле становится объяснением столь сложного восприятия этой музыки. Быть может, это связано и с самим временем, и с автором, который всегда предъявлял высочайшие требования к себе. Но вот парадокс. При жизни композитора музыка Мисковского звучала значительно чаще и находила отклик у слушателей. Мисковский, как показывает судьба его наследия, стал летописцем своего времени, запечатлев его в своих симфониях. По ним можно изучать историю России первой половины XX века. Отражением событий Первой мировой войны стали такие разные. Трагедийная четвертая симфония и пятая с ее просветленностью и уравновешенностью. Мучительные вопросы, связанные с революцией 1917 года и ее последствиями, поднимает одно из лучших сочинений – грандиозная шестая симфония. К теме народного восстания в ее исторической ретроспективе Мисковский обращается в восьмой симфонии, посвященной бунтарю XVII века Степану Разину. А вслед за ней он напишет десятую симфонию по гравюре Александра Бенуа, отразившей картину душевного смятения Евгения из пушкинского «Медного всадника». В 1930-е годы происходит очевидный стилевой поворот, отражающий новые советские реалии. Дойдя до предельной для себя гармонической и контрапунктической сложности в X симфонии, одну из тем он назовет ужасной шумберговщиной, в XI и XIII симфонии, симфонии Терзаний, ставшей своего рода лирическим дневником, Мисковский поворачивает к новой простоте, стремится стать художником наших дней, впрочем, как всегда, не теряя своего лица. Он мучительно осознает свои компромиссы как жертвования, а опыты создания подобной музыки как антиморальный проступок перед самим собой. Ответом на социальный заказ, который требовал от композитора симфонии документов в симфонии Хроник, становится XII симфония – колхозная, задуманная как показ жизни советской деревни до и после коллективизации. XVI – авиационная, с ее траурным маршем, написанным под впечатлением гибели во время показательных полетов флагмана советской авиации самолета «Максим Горький». Есть в этой симфонии и оптимистический финал, в котором Мисковский использует мелодию собственной песни «Летят самолеты», что позволяет вспомнить о насаждаемом в том время жанре песенной симфонии. В этом ряду и XIX симфония, написанная с целью расширения репертуара военных духовых оркестров и посвященная авторам 25-й годовщине Красной Армии. Отражением грозных событий Великой Отечественной войны стала 22-я симфония-баллада, законченная уже 3 ноября 1941 года, первая в ряду симфоний советских классиков, напрямую обращенная к теме войны. И все же музыка сфера самовыражения для Мисковского не могла оставаться таковой в советскую эпоху, с ее социальными заказами, требованием отражать коллективный взгляд. В отношении Мисковского эти процессы, быть может, не носили столь болезненного характера, как в случае с Дмитрием Шостаковичем, когда после жесточайшей критики в статьях «Балетная фальшь» и «Сумбур вместо музыки» было насильственно прервано развитие театрального направления в его творчестве. Тяжелые испытания выпали на долю Мисковского в последние годы жизни, ускорив его уход. В программе фестиваля прозвучат 13-й квартет, кантата «Ноктюрн» «Кремль ночью», представляющий этот поздний период творчества. 1948 год. Этот знаковый год в истории советской музыки стал кульминацией одного из страшных периодов в истории отечественной культуры. Это время, когда диктат власти приобрел характер тотальной войны против культуры. Известные постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», об опере Вану Мородели «Великая дружба», статьи о театре и кинематографе проявления отеческой заботы партии – далеко не полный перечень сражений этой войны. Среди композиторов, на которых была направлена эта яростная критика, обвинения в формализме, антинародности, оказался и Николай Яковлевич Мисковский, неоднократный лауреат сталинских премий, сам входивший в комитет по присвоению этих премий. Правда, его извительное замечание началась страда в комитете по сталинским премиям, доказывает с очевидностью, как угнетала композитора эта почетная обязанность. Мисковский испытывал в это время колоссальное давление со стороны друзей и коллег, пережил предательство некоторых из учеников, его уговаривали покаяться. Но стойкость его духа поразительна. В отличие от признавших свои ошибки Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мисковский просто отмолчался. Он демонстративно игнорировал своим отсутствием публичные судилища и остался едва ли не единственным, кто не унизил себя ни писанием писем, ни признанием своих преступлений, ни покаянием. Этот человек в любых обстоятельствах сохранял достоинство. Но творчески, как и многие композиторы, Мисковский оказался в невыносимых обстоятельствах перед лицом проблемы, которая была жестко сформулирована русской эмиграцией. Необходимость снижения культуры в массовом масштабе, требование обратить внимание на темы, связанные с отражением гигантской битвы советского народа за счастливую жизнь, создавать светлую, жизнерадостную музыку. Напомню, Дмитрий Шостакович после Девятой симфонии, написанной в 1945 году на победу, замолкает вплоть до 1953 года, когда появится его знаменитая Десятая симфония. Николай Мисковский, осознававший, как мало времени у него остается, писал в симфонии «Вопреки всему». Попыткой выхода для него стала область лирического самовыражения, искреннего и чистого, чтобы избавить и себя, и других от поверхностного оптимизма актуальных сочинений. Такими оказались и две последние симфонии. 26-я, словно подхватывая идею шестой симфонии, где в финале прозвучал духовный стих о расставании души с телом, основана на древнерусских песнопениях. Она впервые прозвучала в разгар кампании по борьбе с формализмом, исполненная под управлением Александра Гаука, была признана мрачной и на несколько десятилетий исчезла из концертной практики. Последним словом композитора в симфоническом жанре стала 27-я симфония, которую продирижировал тот же Гаук, напутствуем пророческими словами автора. Ты исполнишь ее потом, как оказалось уже после его ухода 8 августа 1950 года. Традиционность 27-й симфонии, как, впрочем, и более ранних, 21-й и 5-й, с их классическими ориентирами, органичным единством спокойного взгляда на мир и жаждой самовыражения, и становится очевидным объяснением академизма, упрощения стиля, свойственных музыке того времени и Мисковскому. Высокая классика, к которой возвращался композитор, стала для него спасительным убежищем. Она позволила ему сохранить себя в тех жестких условиях советской реальности, следуя собственному кредо, сформулированному в начале творческого пути в одном из писем к близкому другу Владимиру Держановскому. По-моему, надо вести свою линию, пламенеть к искусству и быть самим искренними. Открыть совсем другого Мисковского, глубокого, мудрого, удивительного художника, услышать симфонические и камерные сочинения, стать свидетелем премьерных исполнений 17-й симфонии и кантаты «Кремль ночью», испытать потрясение от его грандиозной 6-й симфонии в исполнении филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лиса сможет каждый, кто станет участником уникального проекта Свердловской филармонии «Мисковские диалоги».